По-любому у вас такое было, что как будто между лопатками какая-то дискомфортная боль, ощущение неприятное, которое вам мешает качественно жить, заниматься спортом и наслаждаться жизнью. И что вы делаете? Вы идете к массажисту, который вам локтем наминает, разминает, и потом у вас болит еще больше. Окей, вы пошли к мануальному терапевту, он вам похрустел, вы встали пару дней, подвигались, покушали, поспали, и у вас это возвращается снова. Если это про вас, вы устали уже с этим жить, то поставьте лайк, и я обязательно расскажу, от чего это происходит и что с этим делать. А в конце этого видео я поделюсь с вами супер крутой техникой, которая будет являться и скорой помощью, и инструментом для самодиагностики. Обо всем по порядку. Если у вас не было прямой травмы позвоночника, то самая часто встречаемая проблема на моей практике является проблема с желчным пузырем. Где боль между лопаток и где желчный пузырь, скажете вы. Дело в том, что каждый уровень позвоночника ассоциирован с конкретным органом. Идем от первого грудного позвонка. Первый и второй грудной позвонок – это ассоциации с легкими. Третий грудной позвонок – это ассоциация с перикардом. Перикард – это сердечная сумка, и по сути это связь с сердцем. Четвертый грудной позвонок – это как раз таки про желчный пузырь. Идет иннервация, связанная с желчным пузырем, и если у этого органа, я имею в виду желчный пузырь, есть какое-то изменение местоположения, неправильное местоположение, то эта струнка будет натягивать, она будет создавать дискомфортное ощущение между лопаток, и очень часто это будет приводить к нарушению осанки или сколиозу. Еще очень важный элемент визуальной диагностики – если вы горбитесь. Если вы сгорблены, и у вас есть боль между лопаток, то это ярчайшие признаки неправильной работы желчного пузыря. Чтобы добиться устойчивого результата, необходимо работать комплексно и на всех уровнях. На механическом уровне, то есть влиять на местоположение желчного пузыря, влиять на качество желчи, делать эмоциональную коррекцию и влиять на уровни вегетатики. И вот об этом я подробно рассказываю в одном из своих видео. Чтобы не пропустить, обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик. Желчный пузырь – это очень важный орган в нашем теле. Он выполняет кучу важных функций, и у него может быть проблема врожденная, либо приобретенная. Врожденная – это когда есть загиб желчного пузыря у вашей мамы, и это передается по женской линии. А приобретенная – это когда вы очень много сидите в скрученном положении, и диафрагма ваша не работает. И от этого возникают проблемы с местоположением желчного пузыря. Но есть и другие факторы, которые негативно влияют на здоровье желчного пузыря. Например, ночные зажоры. Желчный пузырь – это тот орган, который должен отдыхать ночью и восстанавливаться, а также очищаться. Если вы кушаете по ночам, то это все застаивается, бродит, гниет, и у вас от этого возникает паразитарная нагрузка, и здоровье этого органа начинает сильно страдать. Поэтому я рекомендую вам заканчивать последний прием пищи в 8 часов вечера. А еще больше информации вы можете найти в моем телеграм-боте, перейдя по ссылке в описании. Там я даю практикоприменимые советы по питанию, бот абсолютно бесплатный, переходите и пользуйтесь на здоровье. Следующий негативный фактор – это осанка. Если у вас неправильная осанка, это тоже негативно влияет на работу желчного пузыря, это влияет на раскрытие грудной клетки и, соответственно, на качество желчи и на ее желчный отток. Если у вас возникли вопросы по осанке, оставьте их в комментариях. Я ознакомлюсь и сниму для вас отдельное видео по тому, как исправить осанку. Если коротко говорить про осанку, то необходимо закачивать ромбовидные мышцы, а также заняться очисткой печени, потому что каждый орган ассоциирован с определенной мышцей в теле. И малая грудная мышца – это про здоровье печени. А если малая грудная мышца укорочена, то у вас будет сутулость и кривая спина. Здесь находится ромбовидная мышца, вот она, пожалуйста, над ней нужно работать, и тогда ваша осанка будет идеальной. Еще одна важная рекомендация – это пить воду часто и по чуть-чуть у тех, у кого есть проблемы с желчным пузырем или у тех, у кого удален этот орган. Кстати, у кого удален этот орган, необходимо имитировать работу желчного пузыря, но это точно тема отдельного разговора. Когда я работал в одной из клиник, мы проводили одно интересное исследование, как питье воды влияет на выделение желчи. И наблюдали очень интересную картину. Даже провокация одним глотком создает микровыбросы желчи. Поэтому вам необходимо пить воду часто и по чуть-чуть, чтобы не было застоя желчи. Что такое желчные протоки? Это не просто трубка, это протока-шарик, протока-шарик, протока-шарик. И последний шарик, он опорожняется даже на провокацию одного глотка воды. Поэтому опорожняйте ваши шарики и с вашим желчным будет все в порядке. Хочу с вами поделиться очень эффективной практикой по устранению боли между лопаток, а также это будет техника по самодиагностике на наличие проблем с желчным пузырем. Я хочу внести поправку, что это всего лишь скорая помощь. И комплексное воздействие, и действительно устойчивый результат будет достигаться только под работой на всех уровнях. В том числе и воздействию на состав желчи. Возможно, это будет эмоциональная коррекция. И, возможно, это будет опорно-двигательный аппарат и позвоночник. Поэтому пользуйтесь, но ей можно навредить, если вы будете ей увлекаться. Поэтому делаем не больше недели. Итак, в чем она заключается? Во-первых, нужно найти нужное местоположение тела, где эта техника будет наиболее эффективной. Как это местоположение тела найти, сейчас покажу. Необходимо найти пятое ребро с правой стороны. Для этого нашли ключицу справа. Вот здесь ямка находится. Первое ребро – это хрящ, а второе – это уже косточка. Вот оно второе ребро. Третье. Еще раз повторюсь, что сначала идет ключица, а потом вы нащупаете уже второе ребро. Потом третье, четвертое и пятое ребро. Либо межреберие между четвертым и пятым. Примерно в регионе сосковой части. Находится между соском и центром грудины. Нашли эту точку. Она будет очень специфичной. И как будто вы нашли и надавили на нерв. Нашли, теперь ищем местоположение, где эта болезненность будет уменьшаться или в идеале, что она уйдет совсем. Попробовали линейные наклоны. Влево, вперед, вправо. Если не нашли, то ищем элементы со скручиванием. Более сложные позиции. Сюда, или сюда, или сюда. Кстати, очень важная находка, которую я видел на практике, это когда вы наклоняетесь линейно, в этом участвует исключительно желчный пузырь. Если вы делаете какие-то сложно сочиненные скрутки, то здесь еще участвует и нервная система. То есть воздействовать и восстанавливать еще необходимую функцию надпочечников. То есть у вас произошло истощение нервной системы. Поэтому, допустим, нашли какое-то положение, где точка стала безболезненной. И в этом положении необходимо кулаком, вот этим мягким местом постучать 40 ударов, 1 удар в секунду, по самой нижней части реберной дуги. Вот таким вот образом. Чтобы понять, с достаточным ли усилием мы стучим, необходимо делать это с голосом. Болезненности быть не должно, но чтобы было чувствительно, чтобы была вибрация от голоса. То есть если вы стучите слабо, то эффекта не будет. Стучать нужно с нужным усилием. И не торопитесь. И всегда помните, что лучше не доделать, чем переделать. Будьте здоровы и пользуйтесь этой классной техникой для устранения неправильного местоположения желчеводящих путей. Еще это называют дискинезия. А также узнаете, есть ли у вас проблемы с желчным пузырем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!